Тему обсудим с Дмитрием Снегиревым, военно-политический аналитик. Дмитрий, здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Доброе утро, спасибо за приглашение. Дмитрий, всегда вам рады в эфире Freedom. Скажите, пожалуйста, участившиеся случаи полетов российских самолетов над, насколько я понимаю, нейтральными водами, но в нарушении воздушных правил с выключенными ретрансляторами. Какую цель несет Российская Федерация, по вашему мнению? Провоцируют страны НАТО. В первую очередь речь идет о возможности, скажем так, гонгирования систем ПВО стран НАТО и в первую очередь Балтийских стран в моменте отражения возможного воздушного удара по территории данных стран. Поэтому Российская Федерация сознательно создает зону напряжения не только на границе со странами НАТО, но и, соответственно, в воздушном пространстве. То есть это излюбленная тактика российского диктатора. Повышение ставок и, соответственно, военно-политический шантаж и давление на страны НАТО в моменте возможного непосредственного военного противостояния с Российской Федерацией. Готовность стран НАТО, соответственно, зондируется подобными действиями как российской ВКС, так и, соответственно, с использованием аэровоздушных шаров, которые неоднократно заходили в воздушное пространство Румынии, так и, соответственно, беспилотных летательных аппаратов. И более того, фактически Российская Федерация использует данную ситуацию не только военно-политических, но и информационных целях. Это так называемые информационно-психологические операции российской стороны с целью показать неготовность стран НАТО к прямому вооруженному столкновению с Российской Федерацией. Целевая аудитория подобных информационно-психологических операций это, соответственно, и российское население, которым показывают якобы неготовность НАТО к войне с Российской Федерацией, ну и, соответственно, сами западные избиратели. Причем следует отметить, что подобным характером Российская Федерация ставит под сомнение основополагающие документы блока НАТО. Речь идет именно о пятом пункте, который свидетельствует о, соответственно, коллективной безопасности НАТО. То есть, если, условно, российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Польши либо Румынии стран НАТО, и нет никакой реакции со стороны, соответственно, ВКС НАТО, то вбрасывается информация, что, смотрите, поляки, вам придется иметь дело непосредственно с Российской Федерацией возможной помощи со стороны коллективного союзника, а речь идет о НАТО, вы не дождетесь. Вот это основные компоненты как военного, так и, соответственно, информационно-политического давления Российской Федерации в моменте использования атак БПЛА и так называемых залетов, хотя это спланированные операции российской стороны, в воздушное пространство стран НАТО. В момент также мы говорим о том, что некоторые страны, балтийские в том числе, они сейчас работают юридически над тем, чтобы незаконные цели, которые залетают на территорию Европейского Союза, членов Альянса НАТО, были сбиты. Идет речь, понятное дело, учитывая на практику Российской Федерации в Украине, идет речь о беспилотниках. Насколько это уже публичный, юридически важный момент и сигнал Путину, что НАТО готово обороняться от незаконных целей? Кстати, самолеты тоже попадают под эту квоту. Да, и давайте говорить о том, что не случайно, соответственно, в прессе появляется информация о том, что Министерство обороны Румыния подготовило законопроект, который позволяет уничтожать аэродинамические цели, то есть и самолеты, и беспилотные летательные аппараты. Речь не идет только о БПЛА. То есть дают понятие Российской Федерации, что на законодательном уровне отдельные страны НАТО готовы рассмотреть и ужесточить, главное, свою позицию в моменте защиты воздушного пространства, но с использованием, опять-таки, общего компонента, то есть системы ПВО стран НАТО, не случайно в предложенном законопроекте, основной акцент делается как раз на использовании, соответственно, единого пространства. Речь идет о системах ПВО стран НАТО. Дмитрий, еще важный момент. Если сейчас мы видим, как в целом страны объединяются и говорят о необходимости продолжать поддержку Украины в военном плане, строятся военные заводы на территории Украины, вы лично для себя видите какую-нибудь усталость Европейского Союза от войны в Украине, с учетом того, что эти тезисы снова начинают разгоняться в российской пропаганде, мол, существует какая-то мифическая усталость? Нет, давайте говорить о том, что именно Европейский Союз прекрасно понимает возможные дальнейшие события, а именно возможность непосредственно боевого столкновения с Российской Федерацией. Поэтому, соответственно, усилия именно Европейского Союза направлены на переоснащение украинской стороны и, главное, развитие отечественного сектора военно-промышленного комплекса. Посмотрите на последние усилия стран Запада. Дания направляет средства именно в украинскую экономику, на производство украинских Сау-Богдана. Турция заявляет о фактической готовности завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Причем речь идет о ТБ-2, ТБ-3, то есть последних моделей данных БПЛА. Плюс «Рейнметал» заявляет о том, что на территории Украины уже действует завод, соответственно, по ремонту бронетехники и, соответственно, выпуска тяжелой бронетехники. И в планах «Рейнметала» размещение на территории Украины завода по производству снарядов и систем противовоздушной обороны. Вот это не только политические информационные, но и практические действия европейские, подчеркиваю, союзников Украины в моменте усиления возможностей Украины в противостоянии российской агрессии. В свою очередь еще важный момент. Российские оккупанты изменили тактику применения ударных беспилотников. Они пытаются теперь прокладывать так называемые коридоры в украинской ПВО. И, как сообщает издание «Дефенс Экспресс», для этого используют много дронов-приманок. Их запускают несколькими волнами, чтобы отвлекать силы противовоздушной обороны. Такие беспилотники летят на малых высотах и начинают кружить в определенном районе. Армия Российской Федерации надеется добиться перемещения туда мобильных огневых групп вооруженных сил Украины. Тем временем запускают шахеды по другому маршруту. Но такая тактика успешных результатов не дает, сообщают аналитики. Украинские военные атаки отражают. И, кстати, что немаловажно, Дмитрий, я вот тоже аккуратно хотел вас спросить, понимая, что не все можно озвучивать в прямом эфире. Мы видим и увидели последнее время в отчетах Генштаба вооруженных сил Украины и воздушных сил такую новую формулировку. Такое-то количество беспилотников локационно потерялись. Это новый уровень работы РЭП, насколько я понимаю. Да, и тут, кстати, следует отметить, что спасибо за вопрос. Я хотел его как раз и продолжить в теме Румынии. То есть в законопроекте румынской стороны идет о том, что сбитие беспилотника – это крайняя мера. Так вот, исходя из опыта сил ПВО Украины, даже последняя атака по территории Украины, 25 БПЛА были локационно потеряны. Это говорит о том, что возможности радиоэлектронной борьбы возросли. Причем следует отметить, что 33 дрона были уничтожены непосредственно, а 25 потеряны. Как видим, практически равные пропорции. Поэтому это серьезный успех украинской стороны наших запятных партнеров в моменте противодействия атак беспилотников с учетом инновационных технологий, то есть систем радиоэлектронной борьбы. И это дает уже свои позитивные результаты. Это снижение, соответственно, уровня поражения объектов на территории Украины. И главное – это минимизация затрат систем ПВО в моменте использования дорогостоящих ракет на предотвращение атак с использованием БПЛА. Кстати, не случайно сегодня появляется информация о том, что Соединенные Штаты обеспокоены малым количеством ракет систем ПВО. Поэтому, по всей видимости, акцент основной будет делаться на усилении систем радиоэлектронной борьбы в моменте отражения атак беспилотных летательных аппаратов. Ну и главное – Украина предложила инновационное решение в моменте дронов-перехватчиков. Речь идет, соответственно, об украинских ПВ-шках, которые уже успешно опробируют тактику нейтрализации российских разведывательных БПЛА. Речь идет о ЗАРа. И, соответственно, является весьма дешевым в моменте, ну скажем, сравнение с ракетами ПВО, средством поражения российских БПЛА, которые причем работают на потолке до 5 километров, и до определенного момента были фактически вне зоны поражения украинской ПВО. Россияне оказались не готовы к подобным инновациям украинской стороны. Ну и плавно переходя, понятное дело, к теме в целом российской агрессии и ее тактики, я также в последнее время заметил, что кратно уменьшилось количество использования ракет, несмотря на то, что увеличилось количество запусков беспилотников типа «Шахет». С чем это связано? Опять-таки, с масштабированием производства БПЛА. То есть Россия подходит к этому вопросу практически. Стоимость одной крылатой ракеты – это порядка 3 миллионов долларов. В то время как производство БПЛА – это порядка 30 тысяч долларов. То есть суммы несовместимы. Поэтому тут, по всей видимости, основной акцент сделан на экономической составляющей. Но обратите внимание, что увеличилась интенсивность атак с использованием БПЛА. За октябрь месяц 19 атак. В сентябрь месяц – это практически каждый день атаки с использованием БПЛА. То есть за счет масштабирования производства дешевых БПЛА Российская Федерация решает для себя вопросы террора против мирного населения Украины. И на завершение, Дмитрий, если можно очень коротко, потому что буквально 30 секунд остается до конца эфира. Вы делаете акцент и видите ли последствия санкционных внедрений на ракетостроение? Да, с беспилотниками россияне успели. Мы с вами с этого эфирета обсуждали. Они строили отдельный завод, аналог иранскому по созданию беспилотников. А что касательно комплетующих для ракет, видите ли вы действия санкций в этом кейсе? Да, есть действия, но их надо ужесточать. Последние ракетные обстрелы зафиксировало присутствие иностранных микроэлементов, микрочипов именно в моменте производства российских средств поражения. Поэтому данные санкционные пакеты следует ужесточить по максимуму, чтобы избежать схем теневого импорта и, соответственно, так называемого прерванного транзита поставки данных товаров для российского ВПК. Дмитрий, огромное спасибо. Всегда мы вам рады в эфире «Фридом». Я напомню нашим зрителям Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, с нами был на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.